Резкие ветры сделали эту ледяную землю совершенно неузнаваемой. Если бы мы жили в Австралии около 100 миллионов лет назад, нам пришлось бы носить куртки и свитера. Но около 220 миллионов лет назад на Земле был лишь один континент — Пангея. Этот суперконтинент объединил Австралию и Антарктиду, и в него входили даже Южная Америка и Африка. Ученые выяснили, что Австралия, решив разорвать отношения с Антарктидой, начала двигаться с той же скоростью, с какой растут наши ногти. Тогда Земля была просто гигантским плавающим ледяным шаром, а Солнце не было таким горячим и огненным, как сегодня. Представьте, что вы идете по ледяной тропинке в раннем меловом периоде. Вы ищете что-нибудь, что можно съесть, но растительной жизни очень мало. Без солнечного света нет никакого источника энергии, кроме мха. Так что найти приличную закуску было все равно, что увидеть единорога. Вы бродите вокруг и натыкаетесь на большие трехпалые следы, которые ведут в... Вроде это похоже на огромный замерзший лес. Вы идете по следу, но все еще не можете понять, кому принадлежат эти отпечатки. Наконец, вы заходите в какой-то тупик со снегом по колено и понимаете, что застряли. Вдруг неподалеку слышится какое-то рычание. Вы смотрите направо и видите, что в вашу сторону направляется большой терапот. Он почти такой же высокий, как жираф, и у него острые, как бритва зубы. Ну и ну. Это плотоядный динозавр. Он что-то вроде главного исполнительного директора доисторического мира мясоедов. Ученые обнаружили по меньшей мере 15 других видов динозавров, в том числе и 7-метрового полярного хищника, и более мелкого хищника, который мог легко убегать от своих более крупных товарищей. Вы пытаетесь передвигаться по толстому снегу, в то время как к вам подбирается этот зверь с большущими зубами. Хорошо, что деревья не позволяют ему двигаться достаточно быстро. Вам удается найти хороший ритм, поднимая ноги выше талии. Когда он приближается к вам совсем близко, вы выбираетесь из снега и скрываетесь среди деревьев. На этот раз вам повезло, но он за вами еще вернется. Окаменелости растений и листьев показывают, что в те дни в Антарктиде было не так холодно, как сегодня. То же самое относится и к Аляске. Тем не менее, жить 70-100 миллионов лет назад было не так уж удобно. Тираннозавр был бесспорным королем всех динозавров. Ученые находили кости и окаменелости в основном в засушенных местах, таких как Монтана и Техас. Но они были совершенно потрясены, когда вдруг обнаружили окаменелости тираннозавра на Аляске. В арктическом регионе также были найдены окаменелости рогатых, длинношеях и пернатых динозавров. Тираннозавр хоть и был сверххищником, но не таким быстрым, как можно было бы ожидать. Впрочем, его размера было вполне достаточно, чтобы заставить животных бежать, спасая свою жизнь. Одним из любимых блюд тираннозавра были динозавры с утиным клювом размером со слона — эдмонтозавры. Они обитали преимущественно в холодных районах. Эти существа, вероятно, были очень медленными и не могли найти укрытие, чтобы выжить в суровых условиях. Их найденные челюсти показывают, что они питались растениями и куда бы ни направились, им всюду нужна была зелень. Они постоянно находились в движении. Ученые утверждают, что они передвигались с невероятной низкой скоростью — около двух километров в час. Даже черепаха могла легко их обогнать. Если бы в те дни вы были динозавром, то столкнулись бы с одним из самых сложных решений в своей жизни — жить ли вам с родителями или обзавестись собственным домом. Хотя на самом деле выбор состоял в том, чтобы остаться на зиму или все-таки покинуть это место. Динозавры, которые оставались в холодных землях, вели гнезда и жили там целый год. Некоторые ученые спорят о том, были ли эти полярные динозавры теплокровными или хладнокровными. У млекопитающих и птиц есть внутренние механизмы для поддержания тепла. Например, использование мышц и обмен веществ. Вот почему наши тела дрожат, когда нам становится холодно. Рептилиям нужно греться на солнце или находиться рядом с каким-нибудь источником тепла, чтобы поглощать это тепло и заряжаться в течение оставшейся части дня точно так же, как мы заряжаем телефоны. Но тогда телефонов не было. Вы продолжаете бродить вокруг, пытаясь найти что-нибудь поесть. У вас уже давно урчит в желудке, и вы чувствуете, что ослабеваете. Поднимается ветер, и вас начинает заметать снегом. Хорошо, что на вас толстое пальто и приличная обувь. Вы утомлены, и вам нужно поскорее найти место для отдыха. Но оставаться на одном месте в дикой местности – все равно, что предлагать себя в качестве открытого буфера для хищников. Итак, вы нашли небольшую пещеру, которая отлично подходит для того, чтобы переждать надвигающуюся метель. Вы разводите небольшой костер, чтобы согреться, но обернувшись, замечаете, что внутри пещера расширяется еще сильнее. Вы быстро делаете факел и идете внутрь. Ученые считают, что некоторые динозавры, скорее всего, забирались под землю, чтобы спасаться от штормов. Они даже обнаружили некоторые сооружения в Южной Австралии, которые напоминали среду обитания для роющих существ около 100 миллионов лет назад. После многочасовой ходьбы вы, наконец, достигаете другого конца пещеры. Но на этот раз погода снаружи намного лучше, а небо кристально чистое. Вы замечаете маленькие следы, которые ведут к реке. Странно, но на воде нет ледяной корочки, поэтому вы складываете руки чашечкой и делаете несколько быстрых глотков. Внезапно над вами нависает большая тень. Вы оборачиваетесь и видите огромного пернатого динозавра с выпученными глазами. Он выглядит и двигается, как велоцираптор, и смотрит прямо на вас, как будто вы его любимое блюдо. Вы медленно встаете и понимаете, что убежать от него вы не сможете, поэтому у вас нет другого выхода, кроме как сражаться. Но затем рядом появляется маленькое травоядное животное по имени Лиеллинозавра, ходящее на двух ногах с длинным хвостом. Оно пришло, чтобы утолить жажду. Внимание хищника переключилось на него, и он о вас забывает. Вдруг из замерзшего леса выскочил гигантский терапот и начал их преследовать. Вы бросились бежать в сторону пещеры таким образом, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания. Людей тогда вроде как совсем не было. Человек разумный отделился от обезьян 7 миллионов лет назад, став полностью независимым видом лишь около 200-300 тысяч лет назад. Неандертальцы тогда тоже вовсю радовались жизни. В то время как человек разумный жил в Африке, неандертальцы мигрировали в некоторые районы Европы и Азии и стали первыми людьми, пережившими ледниковый период. Ученые утверждают, что неандертальцы не могли конкурировать с человеком разумным, и поэтому они постепенно исчезали, хотя некоторые из них скрещивались с разумными людьми. Земля пережила пять ледниковых периодов. Этого было вполне достаточно, чтобы навсегда изменить физическую структуру Земли, а частично и ландшафт планеты. На самом деле мы и сейчас находимся в середине ледникового периода, который длится уже 2,5 миллиона лет. Но так получилось, что мы живем в более теплые времена, которые могут длиться десятки тысяч лет. Неандертальцы были ниже ростом и более коренастыми, чем человек разумный. У них были более массивные носы и большие черепа. По словам ученых, они жили в пещерах и делали одежду и инструменты из камней и костей. А еще у них были плоские зубы, чтобы грызть и пережевывать пищу, как и у человека разумного. Ледниковые периоды сыграли важную роль для адаптации и выживания человека разумного. В своих пещерах представители этого вида рисовали сцены охоты и собирательства, и были первыми, кто использовал силу огня для тепла, защиты, света и приготовления пищи. Они также использовали передовую систему пошива одежды с использованием костяных игл и шкур животных, создавая толстые накидки, чтобы согреваться. Эх, прекрасное было время!